Дело в том, что я человек, в принципе, далекий по своему образованию от зоологии. Я физиолог, довольно долго занимался физиологическими механизмами поведения, далее сном, но в какой-то момент мне пришел в голову такой вопрос, чем же я занимаюсь. В то время этология, как таковая, в Советском Союзе не существовала. Правда, Иван Соломонович Бариташвили, он занимался поведением, но все-таки это было сравнительно далеко от классической этологии. В общем, что я изучаю. Для того, чтобы изучать механизмы поведения, как мне тогда казалось, обязательно надо сперва знать поведение и дальше уже изучать механизм поведения. Это, честно говоря, насколько я был прав, этот вопрос другой, но самое главное, я одну вещь понял. Я думаю, что я должен заниматься поведением, поведением какого животного. Ну, первое, что мне пришло в голову, это заниматься диким зверем. А из-за моего отношения вообще к собакам, надо было заниматься предками собак, то есть волками заниматься. Притом, вот в какой-то момент, когда я решил заниматься волком, тут у меня возник такой вопрос. Ну, можно заниматься, сейчас я до этого все время занимался экспериментальной работой, проводить эксперименты на волках, то есть на звере, которого ты в принципе не знаешь, не знаешь его экологии, поведения. Ну, что-то получилось бы, наверное, не суразным. Это тоже так чисто субъективная позиция моя была. Ну, в общем, я решил заняться диким зверем. Каким-то образом приучить его к себе и наблюдать за поведением, не столько за поведением, сколько за формированием поведения. Сейчас одно дело, меня всегда интересовал Лунтугенес. Вот. Как это можно было сделать? Ну, недолго думая, я придумал такую методику, что волков надо, во-первых, приучать в первую очередь к собственному запаху. Потому что звери, да, дикие звери, звери всегда раньше вас видят, чем вы их можете увидеть. Для этого я вот в Боржомский заповедник забрал из дому там пеленки моих детей, какие-то старые простыни и так далее, обматывался ими и выкладывал на те тропинки, где я нашел основные пути волков. На это понадобилось приблизительно там около трех недель, чтобы как следует понять пути их передвижения. Первое время волки сдалека сдалека обходили эти кусочки материи, пеленок и так далее. Тем более, ну, тогда я еще не знал, что они обходят из-за того, что у них очень сильно развита ноофобия, и они реагируют на контрастные вещи очень довольно сильно. но в какой-то момент через там несколько месяцев они начали метить все это. Это уже показывало, указывало на то, что звери каким-то образом привыкли к этим кусочкам, которых я, естественно, менял там через несколько дней, каждые несколько дней. и когда они перестали обходить, я на эти кусочки материи выкладывал маленькие кусочки мяса. Я с собой взял несколько огушков коровьих. Я уже тогда умел хранить не в холодильнике мясо так, чтобы оно не портилось. Вот. и вот когда они начали уже подбирать эти кусочки мяса, это по следам видно, что это именно волк взял, а не какое-то другое животное. Тогда я уже как-то пытался, попытался с ними встретиться. А этот период, когда волчица уже беременна, и они подбирали себе логово. В том районе было, если я правильно помню, три логова, три потенциальных логова, где волчица могла рожать. и вот утром увидев, что они прошли там к одному логову, они должны были возвратиться. я ждал у этой тропы. Очень интересное зрелище было, когда они, возвращаясь, впереди шла волчица, этот влюбленный матерый сзади так ласково он клал голову на ее круп, и вот таким образом они шли. И они меня заметили довольно с большого расстояния, метров сто, наверное. Волчица остановилась, а волк, так посмотрев на меня, пошел в мою сторону, подошел, ну, метров максимум, самое большое расстояние, наверное, пять метров на меня смотрел, смотрел, рявкнул, показал зубы, повернулся и спокойно ушел. Ну, вы можете себе представить эффект всего этого. Ну, тогда я понял, что я, слава Богу, жив. Да. Ну, в общем, это довольно острое чувство было, честно говоря. Но самое интересное было то, что все так спокойно произошло. И было понятно, что звери меня не боятся. И тут я уже каждый следующий день пытался с ними встретиться. Когда встречался, кидал кусочек мяса. Слава Богу, они меня, так сказать, они не думали, что это мое мясо. Да. Ну, вот. Таким образом, вот, я уже мог их сопровождать на расстоянии там от пяти до ста метров. Они на меня перестали вообще обращать внимание. И что самое главное, самое главное, то, что из-за их реакции на меня, то есть то, что мое появление не вызывало у них никаких волнений, ко мне довольно так снисходительно относились и перьярки. Оказалось, что там было одним волком больше. это я через пять месяцев это определил, потому что четыре месяца понадобилось на вот этот процесс приучения. А пятый волк, это я видел первый и последний раз в моей жизни. Пятый волк, судя по всему, был таким стариком, не меньше десяти лет ему было. И он фактически не ходил. Он лежал постоянно на небольшом возвышении. И что самое странное было после того, как я начитался о волках, то есть о троплении волков и вообще о них, это же литература тогда была исключительно для тех охотников, которые промышляли волком. А промышляли, потому что это очень небольшие деньги давало. В конце концов, я не знаю, сколько это стоило в России, в Грузии, младший научный сотрудник имел зарплату 140 рублей, а премиальные за уничтожение одного волка выдавались 50 рублей. Можете себе представить, когда за сезон убивали 10-15 волков, такие деньги профессорам реально не снились. Тем более, это вообще доходило до абсурда. Вот я сам видел убитую волчить, у которых 16 эмбрионов было. Естественно, она бы не родила всех, или все не выжили бы. Как правило, выживают где-то около 25% от начального приплода до годовалого возраста доживают. И вот за волчицу 50 рублей, за каждого эмбриона по 50 рублей. Но это доходило до абсолютно абсурда. это было. В общем, но самое главное, когда я решил приехать в Божомское ущелье и вот этим делом заняться, я егерям, извините за такое выражение, под страхом серьезного мордобоя запретил вообще ходить в этот район, в это лесничество. А это лесничество было около 12 тысяч гектаров. Вот. И вот меня часто спрашивают, каким образом дикий зверь мог ко мне привыкнуть. Ну, тут, во-первых, два фактора. Первый фактор, который они моментально уловили, что мое присутствие, а мне, естественно, я же не мог два года безвылезно сидеть с волками. Мне приходилось домой уезжать, у меня двое детей дома, семья. В общем, они, волки, моментально поняли, что мое присутствие, это значит отсутствие этих игрек, которые за ними гонялись. Это один очень важный фактор. Второй фактор, это уже попозже, что мое присутствие им выгодно, потому что тут лишние, так скажем, лапы. Да, вот, когда матерые там загоняли оленя или косулю, остальные волки, перьярки молодые, они выходили на тропу, перекрывали эту тропу и когда олень видел этих волков, он притормаживал, этого было достаточно. Значит, вот, то же самое мне приходилось делать. тем более, когда волчица уже на сносях, она не участвует в охоте, и тут каждая пара лап выгодно может помочь. вот, вот, вот таким образом у меня появилась возможность наблюдать не только за охотой, но и сам период мне очень помог, я смог наблюдать с момента выхода волчат из логова, они выходят в районе 18 дней от роду, вот, наблюдать за волчатами и смотреть, каким образом родители их воспитывают, потому что я решил железно заниматься экспериментальной работой, и мне необходимо было знать, как все должно, что я должен делать, то есть волки мне должны были подсказать всю ту методику дальнейшей работы, которую я должен был провести. Ну, во-первых, раз мой основной интерес был онтогенез, начнем с того, что к 18 дню жизни они выходят из волчата, выходят из логова. И чем они занимаются? это зрелище абсолютно потрясающе, это игры волчат, это немножко другое, чем игры собак. Это трудно себе представить, насколько они энергичны по сравнению с собаками. потом я сравнивал уже моих волчат со щенками собак. Ну, это небо и земля с точки зрения активности, реактивности. это игра с 16 уже уручных, я не видел, что происходит в логово, только с 18 дней, да, наблюдал. А в неволе волчата начинают играть в 16 дневном возрасте. И все эти игры, тогда я представления не имел, оказалось, что все эти игры, они исключительно связаны с приемами, а в играх не только же догонялки. Там в основном это борьба, и вся эта игра в основном связана с охотничьими приемами, которые они разрабатывают именно вот с 16 и 18 дневного возраста. А если вы сравните места, да, во время борьбы, естественно, они кусают друг друга, хватают, то есть не кусают, а хватают друг друга пастью. Если вы сравните места хваток, да, какую часть тела они хватают именно, оказывается, что во время охоты они кидаются на того же оленя точно, абсолютно, точно в те же части тела. Это ахиллесово пита, это бока, это загривок, горло, мочка носа. Мочка носа очень эффективным способом оказалась, то есть хватка за мочку носа во время охоты на оленя. Потому что я когда за дикими наблюдал, это потрясающее зрелище, когда на такой скорости бежит олень, на перехват выходит волк, кидается и хватает замочку носа. Моментально как в копорне осталось, ничего его с места сдвинуть не может. Он в абсолютном оцепенении, между прочим, кто лошадьми занимается, они знают, что очень часто, когда лошадь не дает ногу, чтобы ее подковать, ее берут за мочку носа, сворачивают. Вот. Но самое интересное, непонятное для меня оказалось то, каким образом волки во время охоты распределяют функции. Одно дело, как потом я смог уже в эксперименте понять, каждый делает то, что умеет делать лучше других. И самое интересное то, что во время исполнения, выполнения своей функции, этот индивид, даже низкоранговый, в этот момент может стать доминирующей особью, которого слушаются все остальные. Это очень оказывается важно. Это не значит, что став один раз доминанта, во всех ситуациях ты доминант. В отличие от людей, между прочим, потому что очень часто среди людей какие-то должности занимают люди, которые представления не имеют о том деле, которым они должны заниматься. У волков это не так, к счастью. Но каким образом охота же не может быть всегда ситуация при охоте одной и той же. Она меняется, во-первых, зверь меняется, разным зверем они охотятся, притом разные места, рельеф разный. Каким-то образом они должны согласовать свои действия, где засаду устроить, кто будет в какую сторону загонять зверя и так далее. Я обратил внимание на то, что перед тем они знают, где потенциальная жертва, перед тем, как на нее выйти, они фиксируют взгляд, так, глаз в глаз и разбегаются. все, каждый из них занимает свое место и охота только после этого начинается. Значит, загоняющий, кто быстрее бегает и хорошо соображает, начинает выгонять в сторону засады, и это как правило. Вот я никак не мог понять, что это такое взгляд глаз в глаз. У меня возникла идея, что кроме всех тех форм коммуникации звуковой, запаховой и так далее и так далее существует еще какая-то форма коммуникации. Ну, значит, когда мне предоставилась такая возможность уже заниматься моими ручными волками, я ставил очень простой примитивный эксперимент. Допустим, на звук в одну сторону он получает пищу, на свет в другую сторону получает пищу. Для того, чтобы волк этому обучился, надо где-то в районе 20 попыток. Да, это в одном эксперименте, один день эксперимента, около 20 попыток 20 раз повторять, направо, налево и так далее. После этого я знающего, у которого эта реакция автоматизирована, сажаю в клетку, оставляю в помещении и привожу нового волка, который представления не имеет, что он должен делать. Он обучается через пять попыток. и это на довольно большом количестве зверей, что может быть. Сейчас как-то в наше время неудобно о таких вещах говорить, потому что это лженаукой представляется, но каким образом не знающие в присутствии знающего обучаются несравненно быстрее. У меня для контроля тогда, слава Богу, мы получили японский электроэнцефалограф со своим магнитофоном, который к магнитофону и микрофон прилагался, который с пяти герц записывал до тридцати пяти герц. То есть это инфразвуки до ультразвуков. Я на всякий случай поставил этот микрофон, никаких звуков животное не издает. Каким образом это может передаваться? Единственное, что мне пришло в голову, это когда условный, так называемый условный сигнал слышит зверь, он в мозге прокручивает саму ситуацию, куда ему сейчас направо идти или налево идти. И, к сожалению, я до сих пор не знаю, каким образом это передается вот этому новичку. но факт в том, что дикие звери меня натолкнули на вот такие эксперименты и не только эти эксперименты, кстати. Вот. Что еще очень интересно, вот я жил с этими волками и мне всегда было интересно посмотреть, увидеть их границы, каким образом. У меня было представление такое, что вот представьте дерево, одна семья метит это дерево с одной стороны, другая семья с другой стороны. И это межа, это дерево, это функцию межи выполняет. И когда я понял, что это не так, в очередной раз, когда я вернулся в Табилису, я закупил огромное количество бисера, притом бисера из стекла, разноцветного бисера. и когда я им, а я почти всегда там подбрасывал кусочки мяса, так, чтобы все получили, в эти кусочки мяса втыкал капсулы, желатиновые капсулы, наполненные разноцветным бисером. ну, дальше можете себе представить, это постоянное ковыряние в экскрементах, что вначале меня не очень воодушевляло, но в конце концов оказалось, что между границами, между границами соседних групп огромное расстояние от двух до трех километров. Сейчас в свое время Дэвид Дмитри показал, так он назвал это буферными зонами, когда границы территории начинают перекрываться, то есть вот границы одной территории перекрывают границы другой территории, но в конце концов оказалось, что это когда возникает конфликт между двумя семьями, а конфликт может возникнуть единственно из-за кормовой базы, других причин там не может быть в принципе. Вот. И вот в этих буферных зонах, как Дэвид Митч описал, оказалось, что очень часто там спасаются от волков олени, потому что в эти буферные зоны никто из них не выходит, чтобы как-то минимизировать конфликт между семьями. хорошо, а для чего же тогда эти нейтральные зоны? Оказалось, что как и в буферных, в этих нейтральных зонах собирается основное количество копытных, где они преспокойно себе живут, и что самое главное, размножаясь, и весь приплод он сохраняется, да, потому что туда ведь, а этот, можете себе представить, 2-3 километра огромная эта территория, и вдальнейшем, уже работая со своими волками, когда я их выпустил, оказалось, что вот если представить рыболовную сеть, вот эти ниточки, это нейтральные зоны, а ячейки это индивидуальные территории волков, что с каждой, идя по этой ниточке, вы можете в любое место попасть, да, вот представьте эту сеть, таким образом оказалось, что вот эти буферные, то есть нейтральные зоны, они создают возможность свободы передвижения всем копытным, но не только им. вот эти дикие волки мне показали одну еще очень интересную вещь, это, хорошо, вот вы можете, естественно, возникает вопрос, есть ли все умные олени в этих буферных зонах, кем питаются волки, тогда они с голоду должны помереть все это, но представьте себе, что среди оленей тоже жесточайшая конкуренция за территорию и кормовые ресурсы, и вот из-за этой конкуренции низкоранговых индивидов вытесняют на территории семейной территории волков, и волки в основном ими и питаются, и при том очень даже хорошо, вот, но эти территории, нейтральные территории, они выгодны не только копытным, но и самим волкам, есть вот я обнаружил такую вещь, что оказывается существует потребность в реализации определенного количества социальных контактов, да, если эти, это между прочим с человеком то же самое происходит, когда чрезмерное количество этих социальных контактов, в социальной группе трения всегда возникают, потому рабочие группы должны быть сравнительно маленькими, что безусловно повысит их продуктивность, этих маленьких групп, вот, так же и у волков, но это не человек придумал, а животные придумали, все, мы придумали только язык, насколько я могу понять, вот, и каждые четыре года раз, семя-то размножается в год раз, значит, количество членов семьи увеличивается, несмотря на то, что там волчата новорожденные, ну, где-то 25 процентов в среднем доживают до годовалого возраста, численность членов семьи растет, и в конце концов распри начинается в семье из-за того, что вот количество этих социальных контактов нарастает, образуется подгруппы, это по, ну, так грубо выражаясь, по весовым категориям доминанты, естественно, они, так сказать, их никто не трогает, а среди сравнительно низкоранговых подгруппы возникают, между которыми увеличивается социальная дистанция, потому что там конфликты возникают, эти конфликты увеличивают социальную дистанцию, и происходит группирование по там каким-то своим интересам. И в четыре года раз приблизительно группа распадается, то есть вот этих низкоранговых изгоняют из группы. А куда им деваться? Они, естественно, попадают в нейтральные зоны, в эти нейтральные зоны. А это конфликт, он возникает или непосредственно перед рождением волчат нового поколения, или сразу же после этого. Потому что сразу после этого, ну, совсем уж понятно, потому что тут волчат надо обеспечивать кормом новорожденных, то есть в первую очередь их мать. И еще этих кормить. Так что вот в эти четыре года раз семья распадается, они выходят в нейтральные зоны. Выйдя в нейтральные зоны, это, как правило, весна. Да, в этих зонах рождаются копытные. А эти молодые низкоранговые, они еще не профессиональные охотники, им трудно, они еще боятся крупного оленя, они-то торопят, но еще боятся. А тут новорожденные и в чистую подбирают этих новорожденных оленят или косулят. Когда я первый раз об этом рассказал, ну, охотники чуть меня не застрелили, как, вот, волки, сволочи такие-сякие, извините за мою эмоциональность, вот, вот, и всех стрелять надо. А оказалось, что не стрелять, а благодарить их надо, и вот по какому поводу, когда у самки гибнет в лактационный период, я подчеркиваю, в лактационный период гибнет детеныш, на следующий год увеличивается вероятность рождения двойни. Вот это страшно интересная весть. и таким образом на следующий год компенсируется этот урон, который в этом году был нанесен молоднику. Но эти волки долго не могут задержаться там. Они все время пытаются, им не хватает социальных контактов, они пытаются к чужим семьям примкнуть, и, как правило, в этих конфликтах чужие семьи не пускают их, потому что у них тоже достаточно этих социальных контактов, они очень часто гибнут. А те, которым в жизни повезло, и они встретили семью с малым количеством волков, то, значит, им не хватает этого количества социальных контактов, они примыкают к тем семям. А отчасти некуда деваться, и куда им идти, если они самостоятельно на крупного зверя охотиться не могут. Ну, и попадают на скотомогильники, а скотомогильники, как правило, там не ошкуренные эти, я подчеркиваю, не ошкуренные, потому что именно в шкуре, вот в этих сальных железах, они определяют видовой запах. И они начинают приваживать к домашнему скоту. Вот. Сейчас что еще, допустим, интересного было, я обратил внимание на то, что вот когда волчица уже на сносях и перестает сопровождать свою семью, то есть не участвует в охоте, резко увеличивается количество запасенной пищи. Вот если они добывают крупного зверя, оленя, то вот пока волчица участвовала в охоте, если и происходило запасание, то максимум один раз. Один индивид запасается один раз. Но как только волчица перестала участвовать в охоте, моментально количество вот этих актов запасания для каждого индивида дорастает до четырех. Правда, не больше, потому что там уже нечего запасаться. Все растаскано бывает. Я обратил внимание на то, что ну раз запасы есть, значит их должны использовать и какую-то функцию это поведение запасания должно иметь. Почему-то американцы считали, что это такое абсолютно неважное поведение, оно не нужно волкам. и в общем не обращают на это внимания. Но оказалось, что во-первых поведение запасания это один из важнейших видов поведения, которое обеспечивает стабильностью корма кормящую мать и в дальнейшем волчат. Потому что если волчата голодают, у них они с катушек съезжают психически неуравновешенными, там идет до крови, до убийства, драка между волчатами. Вот. Но я еще обратил внимание на такую вещь, что вот вот когда нужно им полоспользоваться этой кладовую, то они находят как свою, так и чужую кладовую. Каким образом? Когда кладовые вот от места, допустим, добычи на расстоянии двухсот, двухсот пятидесяти метров и каждый по отдельности, чтобы другой не видел. Он за... Никто не знает, где кладовая другого волка. Но когда они ищут, они находят как свои, так и чужие. Каким образом вообще и как они помнят. И вот я, значит, возникну этот вопрос, когда у меня уже были свои волки, я поставил следующий эксперимент. Ну, как понять волк в течение какого времени может помнить свою кладовую? Местонахождение пищи, которую я предъявляю голодному зверю, эти звери помнят десять дней и больше. Просто я уже не ставил этих более длительных экспериментов. Единственный вариант, как мне представлялось, это определить время, в течение которого волк может охранять свою кладовую от потенциального конкурента. И как это делать? Это значит, они запасают, я там через час, через два или через три подвожу на виду первого волка, потенциального конкурента, волка, а тот не знает, что здесь. И это как фурия кидается, охраняет свою кладовую. И оказывается, он охраняет в течение всего лишь четырёх часов. Потом я начал сравнивать, вот какая доля из найденных своих и чужих кладовых. Оказалось, что вероятность, вот математическая обработка, мне так очень чётко показала, что вероятность нахождения своих и чужих кладовых настолько высока. Естественно, когда он хочет найти кладовую, он идёт к тому месту, где добыл оленя, и начинает искать вокруг. А вероятность случайного нахождения своих или чужих кладовых настолько высока, что загружать мозги этим, как его, запоминанием конкретного местонахождения своей кладовой никакого смысла нет. Так что вот это исключительно дикие волки мне подсказали такой эксперимент. И что самое главное, стало ясно, во-первых, ясно, к чему эти кладовые. Они исключительно для обеспечения стабильной кормовой базы волчицы и волчат. Когда волчата достигают 7-8 месячного возраста, вот после этого волки или перестают вообще запасаться, или запасаются один раз. то есть все возвращается на, так сказать, как было раньше. Вот. Невероятно интересно было, ну, конечно, когда вообще ничего не знаешь, все то, что новое увидел, все интересно. Но, правда, ты когда, даже после того, когда я много раз видел, это было очень интересно, сама охота и как они, да, мозгами, как им приходится мозгами работать во время самой охоты. потом мне стало вот интересно, почему волки, выращенные в неволе, не способны решать экстраполяционные задачи многократно. Это потом мне пришло в голову, что я видел, как во время одной охоты волк 10-15 экстраполяционных задач решал таким образом, что не совершал ни одной ошибки. А можете себе представить, во время охоты эмоциональный уровень эмоционального напряжения и так несравненно высок. Да? Вот. Потом оказалось, что они, естественно, с одного раза решают идеальные экстраполяционные задачи взрослые волки, но многократно без проблем решают те волки экстраполяционные задачи, у которых в детстве была возможность, неограниченная возможность игры. А что эта игра дает? Это тоже наблюдая за дикими волками, и потом я в экспериментальной ситуации создавал очень близкую к той ситуации, в которой волчата играют. Это обогащенная среда с многими крупными непрозрачными предметами. и волчата начинают кроме борьбы, там еще догонялки, они начинают убегать за какие-то эти непрозрачные предметы. вот вот диких волков да так волчат убегающие пытаются скрыться, преследующие повторяют, точно повторяют его путь преследования. В дальнейшем каждый из преследующих начинает связать путь преследования. Это один из на мой взгляд хороших примеров уже появившейся способности к экстраполяции направления движения. Оказалось, что вот волчата, которые вырастают в таких условиях, они великолепно могут многократно решать экстраполяционные задачи. И не только такие задачи, они способны прогнозировать результат собственного действия. Вот если их ограничить, то есть выращивать в обедненной среде, где они не могут скрываться друг от друга, то они не только многократно не могут решать экстраполяционные задачи, но и не могут прогнозировать результат собственного действия. А как оказалось, они для того, чтобы спрогнозировать результат собственного действия, надо какой-то план себе представлять. в общем, я это рассказываю к тому, что все то, что я в дальнейшем, мне очень мало, что пришлось придумывать самому. все это подсказали волки. Вот наблюдая за ними, возникают вопросы, как это происходит, и потом пытаюсь определить, как это происходит уже в экспериментальных ситуациях. с удовольствием. опустим. Потому что, вы знаете, вопросы все равно возникнут те, у кого есть эта книжка. Так что лучше сейчас разобраться. Слушаю вас. Прежде чем перейдем к вопросам, во-первых, попрошу вопросы поднимать руку и говорить именно в микрофон, потому что у нас и прямая трансляция идет. Мы очень рады, что у нас уже стали традицией встречи с Ясоном Константиновичем уже третий год мы рады его видеть в нашем центре. Вот сейчас мы, кто не знает, издали новую книгу научно-популярную. И в эту пятницу состоится уже в зоологическом музее встреча, которая, к сожалению, сорвалась у нас в прошлом году. Встреча и беседы Ясона Константиновича с Валентином Сергеевичем Пажетновым на тему хищных млекопитающих и реинтродукции в природу. Значит, в зоологическом музее в пятницу в 18.30. А теперь давайте перейдем к вопросам и поднимайте руку, я буду подходить. Здравствуйте. Вы упомянули, что вы научились мясо хранить без холодильника, чтобы оно не портилось. а можно рассказать про это? Да. Между прочим, это тоже на своей шкуре. Так сказать, я когда резал, а у меня ни холодильника, ничего не было. Естественно, в первую очередь мухи садились, там опарыши появлялись, в общем, мясо портилось, и когда я резал, я подхватил газовую гангрену. И потом начал думать, ну как, чуть руку не амбутировали, как этого избежать. Я, а это было за 28 километрах от Тбилиси, есть такая деревня Хекорди, там у меня база была, ну база громко звучит, ну во всяком случае, там я начал работать с ручными валками. я в тени обматывал, я делал кольца из проволоки, закреплял эти кольца на марле, и вешал, туда, в центр, вешал мясо, и завязывал. и самое главное, чтобы это было на ветерке. Как только снаружи кожица образуется, там месяцами внутри свежая мясо. И это просто кожица, она толстеет, дам мухом, это уже неинтересно. Иисус Константинович, во-первых, спасибо вам огромное за ваш труд, потому что ваши книги читаются как вообще романы. Ой, извините, я просто так шумит, не слышу. Я подойду? Нет, нет, этого не надо. Ах, да, хорошо напомнили. Я слушаю вас. Нет, ну мне неловко, что вам приходится. Да, ничего, ничего. Скажите, пожалуйста, вот я боюсь, что я ошиблась. Я смотрела много фотографий волков в вашей книге, где, ну как бы, ну не домашние волки, а волки в искусственных условиях и в диких. У меня сложилось впечатление, что они выглядят по-разному, что у них, ну если можно так сказать, лицо другое. И когда я потом смотрела на рисунки, вот здесь пока продается сейчас книжка Смирина, да, то по рисункам я сразу видела, не читая, что он рисовал волков в неволе. А есть рисунки других художников, которые рисовали по памяти, видевшие в природе. Вот это у меня просто вот так вы считаете. Вы знаете, вы реально можете определить разницу по лапам. Я не говорю, выражение, по лапам это идеально отличается, потому что в неволе содержащиеся волки в них все-таки размет. Лапы не так стоят, как у диких. А по мурде просто там более такое влюбленное выражение уручных лапов. Все-таки более домашнее. Еще один вопрос. Недавно, ну так получилось, я встретилась с одним уважаемым мною человеком, который сказал, что он, мне неловко, что вы стоите, чтобы я подошла, что в Якутии развелось очень много волков, и правительство Якутии обратилось к нему, и они за сезон убили полторы тысячи волков. Человек мною уважаемый, я не могла ему сказать, что я теперь руку тебе не подам. Вот как вы считаете, это действительно была трагедия для Якутии, что там столько волков развелось, или это вот общий такой бзик, вы сказали... Вы знаете, я, к сожалению, не знаю, какая кормовая база была у волков. Я вам могу сказать точно, что произошло в Грузии, когда, вот, включая этих моих волков, с которыми я там жил, диких волков я имею в виду, там 56 дверей убили только в Борзомском заповеднике, и на следующий год заповедник был полон одичавшими собаками. Это катастрофа. Одичавшие собаки, это вот хуже для природы придумать нельзя. У них, во-первых, совсем другая социальная структура, я имею в виду межгрупповая структура, у них нет этих нейтральных зон. Они подъедают все абсолютно, съем здесь, переходят на другое место. Это самый первый враг, кроме человека, правда, человек-чемпион в этом деле, природы. Вот эти одичавшие собаки. Я вам скажу, когда я выпустил четыре группы волков, специально их подготовив, это 22 зверя, это приоленский хребет от цхетя до горьон. И вот на этом участке было 700 одичавших собак. Ни одной собаки не осталось. Да, вот 22 волка, это 4-7, при том я каждую группу так в год раз, через год выпускал. Ни одного, ни одной собаки там не осталось. Это катастрофа. Я не знаю, вот я видел то, что сделали в Лагодерском заповеднике. Ну, вот убрали волков. Количество оленей с 700 до 1500 увеличилось. А сам заповедник ни в коем случае не мог вынести большего количества оленей, чем 700. Это кормовая база. Да, они подлесок съели. Правда, потом их всех люди перестреляли, давали до 80-ти, но вы знаете, самая идеальная вещь это соблюдать баланс. Да, правда, мы всегда хотим, охотники, я имею ввиду, что вместо 20 перепелов убит 40, а оленей много. Вот я пришла в ужас от цифры полторы тысячи за месяц. ну, я же говорю, я просто не знаю эту ситуацию, но такое количество волков убрать, это для копытных опять плохо будет. В этом я абсолютно уверен. Спасибо большое. Спасибо. Весен Константинович, хотелось бы про иерархию что-нибудь услышать. Про что? Иерархию, доминируем вот эти вот вещи. Ну, как вам сказать, там абсолютно извините, четко сформировано, вы понимаете, с одной стороны агрессивный индивид как бы должен стать доминирующим. Да, потому что разборка рангов, она себе за агрессивнее обходится. Но есть очень интересная вещь. Вот среди волков, то, что мне приходилось видеть, довольно часто появляются индивиды, у которых не формируется ритуализированная агрессия. Она всегда идет так очень жестко до крови и так далее. С одной стороны, как бы он должен стать доминирующей особью и размножаться. А в группе только одна пара размножается. Другие никак не могут этого допустить. Но самое интересное то, что вот этот индивид, у которого не сформирована ритуализированная агрессия, он никогда не станет доминирующей особью. Да? Как бы странно. И почему? Потому что вся социальная группа объединяется или его убивают, или изгоняют из группы. Так что он никогда в жизни партнера не сможет найти. А все остальные разборки в группе для того, чтобы стать доминантом, они не только агрессивность требуют, но и мозги, и физическую силу, естественно. И что очень важно, мозги. Мне несколько раз приходилось видеть, как сообразительность зверя делает его доминантом. Да, но тут тоже дело касается обмана, но да, вот они стоят, противостоят друг другу, никто не нападает, и вдруг поворачивается один какой-то раздражитель. В естественно то же самое делает, смотрит, что там происходит, и в этот момент этот нападает на него. Так что может стать доминантом, так что исключительно мозги тоже. Вот, а что меня поразило, поразил механизм купирующий чрезмерную агрессивность. А если это ген агрессивности, ну естественно, раз он не сможет продолжать свой род, значит этот ген тоже купируется, да, но самое главное, что купируется вот эта чрезмерная агрессивность. Это механизм, очень жесткий механизм. Какой? Вот. А вот я вам говорил, что размножается только одна пара, да, и почему только одна пара, им же не сказали там, там, а настолько социальный пресс сильный, что меняется репродуктивная физиология, у течка не наступает, просто как таковая. Вот один раз очень интересную вещь показал Паярков, он назвал это репликацией, когда на одной и той же территории, то есть там пара из одной семьи смогла размножаться, ну, уйдя на край вот этой своей семейной территории. Это очень интересно тем, что у каждой семьи есть свои традиции, да, там охоты, взаимоотношения, решение каких-то вопросов, охотничьи приемы, что самое главное, да, и эта пара, она вот сможет продлить, там продолжить эти традиции. Тогда как они же братья-сестры получаются? Ну, такое бывает, это иногда даже полезно. Иногда, но вот да, это вы знаете, очень там тоже существует очень интересный механизм, правда, это не на волках, а на крысах просто мне пришлось сделать, это выборка где-то в районе тысячи крыс, у меня три линии крыс было, которые я сам выводил, и ловил момент, когда во всех трех линиях одновременно, ну, приблизительно в одновременно появлялись крысят, метил каждую группу и подсаживал к одной матери, они очень хорошо принимают чужих детенышей, и в дальнейшем оказалось, что когда у них есть свобода выбора полового партнера, они ни в коем случае не выберут из своей линии, обязательно пытаются выбрать из чужой линии, а для нелинейных все равно с кем они будут скрещиваться, приоритет тоже там есть, но в принципе вероятность скрещивания внутри своей линии остается. Ну вот я хотела попросить Титсона Константиновича немножко вернуться назад и может быть пару слов сказать о механизме подавления агрессии поподробнее, это со стороны членов семьи вы имеете ввиду или какие-то внутренние механизмы? нет, нет, никакой возможности подавления агрессии нет, понимаете, если эта агрессия естественно в пределах допустимой для них нормы, вот тогда никакой, вот вдвое дерутся, они выяснят свое отношение без крови, вот это очень интересно, этот механизм ограничения повреждений, нанесения вот другим, этот механизм значит, начинает работать в 7-8 месячном возрасте, потому что вот венильный период, это вообще период, наверное, так можно назвать его периодом естественного отбора, потому что очень часто волчата, у них ритуализация еще не сформирована, они рвут друг друга очень сильно, настолько, что даже там кто-то может погибнуть, а вот в возрасте 7-8 месяцев они уже входят в систему, в социальную систему взрослых, и вот именно к этому возрасту формируется вот эта ритуализированность агрессии, потому что иначе взрослые категорически не допустят, а вы знаете, вот этого купирования агрессии поведения там другого индивида, вот я честно говоря, кроме как у антропоидов я просто не знаю, такого нет, у волков этого точно нет, то есть старший скажет так не подсказывает? Можно вопросик еще? А вы не могли бы рассказать о ваших личных отношениях с волками? О ваших отношениях с ними? Могу, но это не всегда. Как вы с ними взаимодействовали? Ну, во-первых, я не буду подаваться, не буду рассказывать причины, но они невероятно ревнивые бывают. Невероятно ревнивые. У меня была одна волчица, я ее вырастил одну, притом не в группе, а одну я вырастил. И когда она уже выросла, у нее течка, я никак не мог ни с кем ее повязать. Ни с волком, ни с собакой, всех она рвала. И как-то у меня изменился запах. И тут она с ума сошла, она хотела меня съесть. в прямом смысле. Дело дошло до того, что мне пришлось ее так слегка придушить, чтобы она потеряла сознание. И потом я не смог с ней работать. Она охотилась за мной, так целенаправленно пришлось отдать в Батунский зоопарк. а когда я несколько раз туда поехал навестить, она меня вычисляла за сто метров. Кидалась на сетку, рыча, в общем, навсегда я потерял ее. сетку. Интересно. По идее, голос же все равно есть. Да, но вот этого она не могла мне простить, что у меня запах изменился. Почему мог измениться запах? Ну, у меня был запах одной женщины, к чему она привыкла, потом изменился запах, появился другой запах. Вот это не у всех волков конкретная она такая пачка. Да, да, ну, вообще они очень ревневые, и там мальчики, и девочки, и всегда насторожены. Они в основном работают запах, то есть носом, потому что лесной волк ему не обязательно иметь блестящее зрение, они сравнительно близоруки по сравнению со стипным зверем. И в основном работают носом. Так что тут она упустить этот момент не могла. А с дикими именно носами? С дикими это очень трудно, но приходится в одном и том же я одежду имею ввиду не стирать, не ну, в общем, это неприятно. Самое главное, им спокойно, у меня никакого запаха другого. Как они знали, я и курил, не переставал курить. Но одежду это тяжело. У вас с ними был контакт или вы сторонки наблюдали? Я вообще решил не входить в эту социальную систему, их социальную систему, потому что войдя, я должен какой-то ранг приобрести. А ранг приобрести можно, работая зубами только. этого я не мог сделать. Потому я был посторонним наблюдателем присутствия, которого им было выгодно. Но непосредственный контакт один раз был, когда через несколько месяцев, когда мужа с ними жил, я в бурке жил, потому что палатку раз собирать это целый тарарар. А бурку завернулся, очень тепло, и в дождь, и в снеге. Вот. В общем, пометили меня. Да. Я вот спал, слышу, что-то вода льется. Думаю, дождь пошел. Оказывается, стоит с поднятой ногой метит меня. А дальше уже в тот же день они начали вываливаться на моей бурке, когда я отошел на так называемый тергоровый рефлекс. Очень страшно интересная вещь. Вообще, для чего тергоровый рефлекс нужен, да, абсолютно, я не знаю, может, и то, о чем я говорю, это тоже неверно, но так не представляется. Когда они не могут мочой или экскрементами переметить какие-то запахи, очень выгодно этот запах самому носить, стать носителем этого запаха. А бурка, она особенно сырая, грязная, но запах неприятный вообще, когда шерсть мокнет, не очень приятный запах. И этот волков раздражал судя по всему. Они сообразили, что мочой такую огромную бурку переметить невозможно. Лучше этот запах на себя. И вот я смотрел, когда у волчата появляется эта тергоровая реакция, а это где-то в пяти-шести месячем возрасте. вот один нанес на себя этот запах и начинает выпендриваться перед другим и он доминант в данном случае, потому что никто, кроме него, ни у кого, кроме него этого запаха нет. Ясон Константинович, во-первых, хочу поблагодарить вас за очень интересный рассказ. Спасибо. Во-вторых, хотел бы уточнить, вы рассказали об интересном, интересной особенности обучения одного волка у другого в момент взгляда глаза в глаза. Да. Два вопроса. Во-первых, есть, насколько вообще встреча взглядом она может быть и провокацией и еще как-то на их языке трактоваться. Это один момент. И второй момент, который хотелось бы уточнить, возможно, как-то языком тела, а не не инфра и не ультразвуком, а, возможно, языком тела первый волк дает второму подсказку. Вы наверняка же такую версию рассматриваете? Вы знаете, я вот просто исхожу из тех экспериментов, которые мне пришлось делать. Там никаких телодвижений они не видят друг друга. И это очень важно. И каким-то образом вот этот обучается не через двадцать, а через пять. Сейчас об этом я, к сожалению, даже писать не могу, потому что это же считается вопросом ненаучным, так скажем. Но куда от этого убежать? это же. Притом, вы знаете, если не верить Циркачу Дурову, если не верить ему, то Великий Бехтерев был Великий Бехтерев. Он писал об этом. Это еще тогда писал, когда это было. Притом, очень интересные на эту тему есть книги, например, биологическая радиосвязь. там очень интересные вещи описываются. я не знаю, я ну вот я лично не могу никуда закрыть глаза на то, что я собственными глазами видел. Я могу не поверить даже Бехтереву. Ага. Но вот что мне делать? То есть какой-то канал коммуникации есть, но засечь мы его пока не можем? Нет. Вот каким образом засечь это непонятно. Мне кажется, все, кто работает с животными, они сами начинают тоже чувствовать и знают иногда заранее. Вы знаете, вот вы представьте себе, когда живешь с дикими волками, то очень неприятное ощущение появляется, когда зверь за твоей спиной. Очень неприятное ощущение. И в какой-то момент я увидел, что зверь за моей спиной. И что он делает? Я, честно говоря, чуть не обалдел, потому что это или я с катушек съехал, или какие-то у меня галлюцинации. Оказалось, что я реально с этого момента вижу зверей, которые стоят за моей спиной. Сейчас как мне это объяснить? Мне трудно, но понятно, эпифиз, третий глаз и так далее. Судя по всему вот это постоянное напряжение пробудило вот ту угасшую способность, которая была. Потом она так же, как появилась, так же исчезла, когда мне уже не надо было там с волками работать все давно. Да, ну, я не могу вам механизм этого объяснить, что было. Спасибо за лекцию. А скажите, пожалуйста, взрослые волки от всего времени бодрствования, вот сколько времени проводят на охоте, я так понимаю, что это в общем большая часть времени, да, подготовка, обучение, не знаю, а вот все остальное время бодрствования на что уходит, и есть ли разница между группами волков, ну, такая некая культурная разница? По бюджету времени, знаете, там разница между группами практически никакой. Взрослые волки в основном отдыхают, в основном. Это подавляющее время, потому что настолько они энергии тратят на охоту, что там ни на что, ни на какую другую активность времени просто физического возможности не остается. А вот у волчат наоборот, они с утра до вечера, с утра до вечера играют, и оказалось, что вот эта игра и это большое время затраченное на игру, это все очень даже не напрасно. Там не только ноги, руки тренируют, но и, что самое главное, мозги. Потому что ни одну задачу на вот мышление волки не способны, те волки, которые были лишены возможности играть. вот они ни одну задачу решать не могут. Включая даже оперирование множеством. я не люблю слово счет в этом плане. Это очень правильно, его не любить в применении к животным. Они не могут считать. Но кое-что могут оценивать. количество, конечно. А скажите... Вот все эксперименты, которые проведены по так называемому счету, это животные определяют количество точек и могут сравнивать здесь больше или меньше. Но когда я совсем разошелся и решил вот этот вопрос каким-то образом изучить, оказалось, что они способны количество слуховых сигналов переносить и выделять, определять вот в ряду там допустим вот пять щелчков они в ряду приманок пятую баночку будут брать и так они способны да это очень важно потому что очень сложная самозадача слуховое на зрительное переносить и для чего вообще им это нужно что самое интересное и парадоксальное эта способность у них возникает в районе пяти шестимесячного возраста тогда когда они интенсивно начинают осваивать территорию семейную территорию ну для чего сейчас одно дело да формирование ментальных так называемых карт формирование которых вестибулярная система имеет огромное значение но параллельно с этим необходимо знать визуальные ориентиры сколько там вот сейчас волки в пределах семи могут великолепно оперировать множеством да с одной точки зрения семи это небольшое число но количество перестановок в пределах семи 5040 это уже огромное число и они могут точно визуально запоминать вот все комбинации этих зрительных ориентиров наряду с вестибулярной памятью конечно извините я можно я к предыдущему вопросу вернусь вот в отношении игры у вас просто есть эксперименты которые опубликованы посчитаны вот те волчата которые были лишены возможности играть не экстраполировали вот это вот так просто нет они способны по первому предъявлению решить экстраполяционную задачу но не способны многократно решать ну это многократно у меня свой корыстный интерес вы же понимаете это вот группа которая не имела возможности играть и потом достоверно не решала многократно эти спасибо ясон спасибо вам большое за лекцию ой будьте добры порадуйте нас расскажите пожалуйста как волки спасли вас от медведя это было да тут да очень долгое время не мог в себя прийти от больших чувств к волкам ситуация была таковой что 11 часов ходили бегали там упустили олени в общем неудачная охота была и возвращались на вот так называемый рандеву сайт где вся семья собирается это не логово а ну там какое-то определенное место где им удобно все вместе встречаться вот 11 часов бега в горах ну можете себе представить я еле-еле душа в теле и когда на тропинке увидел огромный валун метра два с лишней высоты так хотелось прислониться потому что я знал если я сяду на корточке потом не встану а оказалось что вроде меня за этим валуном отдыхал медведь и когда я подошел к валуну он на дыбы встал а расстояние ну протянутая рука так даже дыхание помню этого медведя ну видно я тут в этом не сомневаюсь видно я заорал с перепугу и тут эти волки и матер и его спутница кинулись на медведя покушали его в пятки да ну он видно тут не смог столько страхов вынести сверло я его напугал да тут неизвестно кто кого больше потом волки его пятки покушали ну вот было такое вы знаете вот после этого меня очень сильно заинтересовал вообще альтруизм что это такое зачем он вообще в природе существует кто его придумал но факт то что не человек это придумал ну вы же меня простите но мы такими вещами всего лишь пользуемся а не автор этого да ну вот если вы просчете что такое альтруизм да это действие даже если вы знаете что от этого будет вам плохо ну почему действие а действие потому что это возникает потребность она такая же как и любая другая наверное биологическая потребность вы иначе поступить не можете вы же не думаете спасая дай бог каждому спасая собственного ребенка или там близкого уже не думайте что с вами будет потом вы кидаете спасать там вагон выносите и так далее никто об этом не думает это позже можно сообразить ух как я выжил да а в тот момент это потребность иначе вы просто не можете действовать ну судя по всему я для них стал объектом таким что у них такая потребность а они медведя избегают они даже волчат если конечно там нет серьезных кормовых проблем то они волчат обучают избегать медведей да конечно конечно потому что этот медведь в принципе может одним ударом разорвать этого волка они каждый раз меня провожали воем и встречали игрой встречали радовались да игрой вот вот звери которых я выпустил через 9 лет я за ними 4 года наблюдал и вот после окончания наблюдения через 5 лет я напоролся на знакомый мне след я в начале ампутировал ногтевые фаланги по одной комбинации какие-то делал ну и знакомый след потом я понял что это мои волки они 9 лет уже на свободе я неделю ходил в обил через неделю они вышли но ко мне не подошли но когда меня увидели они начали друг с другом играть ну это зрелище было просто знаете вот абсолютно то слез потому что такой восторг был у них а вы представите как у меня тут это да ну в общем они же у них память потрясающая и притом да они своих никогда не забывают а как они узнавали что вас надо провожать воин да да а это это их типичное состояние когда из группы уводят кого-то или уходит кто-то вот они начинают выйти всегда я ухожу вот уезжают велищи они точно знают что я не по делам куда-то на 5 минут иду а что я собрал свой скарм и ухожу да 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 это необязательно абсолютно они ночью охотились конечно ну ночью я вряд ли смог суточный ритм в природе суточный ритм такого у них в природе они как правило часов 7 вот зимой попозже они выходят а летом часов 6 полшестого утра а ночью делают в ночи в ночи они как правило спят да странно да вся мирная литература да ночью нет это же зависит тоже от ситуации вот у степных волков с которыми вот в юго-восточной Грузии я работал там они исключительно ночные животные исключительно ночные животные а в Боржомском заповеднике они на охоту выходили там да в зависимости от сезона от вот где-то полшестого в пять до семи часов это самое позднее семь часов но видимо в русских в средней полосе тоже наверное ночные наверное да в сказках в сказках всегда они ночью всегда да сезона 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 я хотела узнать про вообще сезон константинович у меня такой вопрос точнее два вопроса один вопрос вот то что вы здравствуйте да когда вы рассказывали про волчат вернее взрослых волков которые вас защитили от медведя это были вами выращенные волки вот те волки которые вас знали с самого детства или это были те взрослые волки с которыми вы в кавычках подружились нет это дикые волки были то есть это дикие вас от медведя спасли и второй вопрос вот вы говорили что щенки очень жестоко между собой дерутся и взрослые не вмешиваются это хоть как-то похоже на те ситуации в пометах у рысей когда у рысей котята в каком-то возрасте между собой начинают безумно драться и выживает один котенок из всего помета и непонятно ни биологическая функция вот этого ничего вот у волчат бывают действительно такие безумные драки когда волчонок гибнет или это все-таки просто разборки просто вот там травмы какие-то наносят но не фатальные трудно ответить на этот вопрос вы знаете с моими волками у меня единственные проблемы возникали я должен был быть обязательно доминантом с моими волками да иначе я бы не смог работать и в отличие от диких волков у меня конфликты именно с с ними возникали настолько сильные конфликты что четырех зверей правда это разное время пришлось убить да правда там ситуация один на один всегда была потому что средней силы человек вполне может справиться с волком но даже Геркулес думая о волкане его растащат вовсю так что так что ну вот если я правильно ответил вам и ясун константин хотел задать еще один вопрос по поводу того как распределяются как стаи определяют границы территорий запахами воем еще какими то площадь территории как как они вот осуществляют вот это разграничение запах помет воем это в основном запаховые звуковые метки потому что во время мечения территории они еще и воют да а зимой это вообще зрительные раздражения потому что когда они мочой метят это не такой ярко желтого цвета всегда даже сдалека хорошо эти территории конфигурация территории меняется как правило нет она создается конфигурация территории от рельефа в зависимости от рельефа в основном она стабильна если меняется там на метры незначительно хотела узнать почему у некоторых волков отсутствует выращенных людьми волков отсутствует антропофобия вообще ко всем людям то есть просто общалась со многими волками в неволе которые выращены некоторые ко всем людям одинаково ластятся то есть не важно какой человек первый раз видит или там знакомый его хозяин а есть волки которые также выращены в принципе из бутылочки там еще слепыми но они как бы только знакомых у человека вы знаете я вот специально я же скупал волчат я никогда из логова волчат не доставал скупал потому что все равно их на убой несли на шкурки чтобы премию получить а скупал я именно непрозревших потому что с ними очень легко они социализируются на человека и никогда никаких проблем нет а вот уже когда берете прозревших они социализированы на своих родителей волков и с ними невероятно сложно работать очень долго муторно ну иногда даже ничего не получается они полудикими такими и оставится это в каком возрасте вы берете волчат самое удобное это непрозревшие вообще есть примеры когда брали волчат в 3-4 недели от родителей когда они уже были зрячие но тем не менее они вырастали ласковые к людям ко всем есть тоже слепых брали если сравнить сколько времени требуется для того чтобы их так сказать присоциализировать на человека это несравненно дольше чем слепых когда вы берете несравненно дольше то есть а нет какого-то может быть гена да вот это ну который купирует антропофобию да у каких-то конкретных волков а у кого-то наоборот это более выраженное ну это тоже от индивидов зависит да насколько у них вот страх развит они тоже бывают смелыми трусами и так далее как и мы я же говорю вот намного легче приручить так скажем зверей непрозревших ясенка цельчинович расскажите про агрессию волков пришлось столкнуться с вердловской областью деревня ключи волки рвали детей на остановке ой собак в деревне я встаю сбивались они заходили в деревню рвали всех и люди извините даже по нужде из домов не выходили по ночам вот но это довольно страшно вы знаете ну во-первых волки хорошо умеют собак красть и одна из таких одна из причин почему так к волкам плохо относятся это не только волки собаки которых они абсолютно мастерски уводят да притом вы знаете вот то что мне приходилось видеть вот если собака правильно вырастена она никогда не уходит за свою территорию там какие-то незримые для нас границы существуют и волки таких собак не могут просто вывести за пределы территории а большая часть собак одна волчица или волк в зависимости кого они хотят украсть заходит дразнит убегает собака за ней а там целая группа волков сидит ждет и слюки глотает да так что а вот меня часто почему-то спрашивают я не знаю очень любят последнее время содержать в неволе волков или гибридов вот я до сих пор понять не могу зачем потому что есть прекрасный волк а волков содержать в неволе ну вот я много волков у себя дома вырастил но почему-то у меня дома собака а не волк это это невозможно к честоплотности приучить нельзя это постоянная вонь ужас и еще когда гости перестают ходить это неприятно так лучше а скажите пожалуйста когда вы жили в волчьей стае между вами и волками были ли какие-нибудь извините я не слышу хорошо повторю когда вы жили в волчьей стае между вами и волками были ли какие-нибудь выражения тактильные ваших отношений переведите пожалуйста вопрос я не имею ввиду что вы их гладили но может быть какие-то моменты были там они вам руки лизали или вы их по холке могли потрепать именно тактильный контакт с кем когда вы жили в стае вне стаи ой извините ничего ничего когда да правильно правильно когда вы жили в стае были у вас контакты с вашими теми с первой семьей тактильные контакты может быть вы их по холке да 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 физические просто контакты или они вам руки лизали нет нет физических контактов не было потому что вот я уже говорил для того чтобы такие контакты случились бы надо было бы войти в систему социальную систему а вход в социальную систему как же говорю это только надо было ранг принять какой-то а принимание ранга это зубами руками кулаками работать чего делать естественно не стоило и не смог бы я естественно так что я был просто присутствующим волчат волчат даже те волки которых я выпустил через 9 лет встретил даже с ними у меня непосредственного контакта дарула спасибо здравствуйте так хотелось бы узнать был ли у вас опыт общения с гибридами волков с собаками прежде всего и если вкратце чем отличается социальная структура собачьей стаи и волчьей во вторых между собачьими и группами нет никакой вот этой нейтральной территории в отличие от волков соседней там и когда вот соседние несколько групп собак одна из этих групп доминирует над другими группами и может свободно перемещаться по территории других групп это раз ну собаки в отличие от волков размножаются в год два раза это только одичавшие собаки в четвертом пятом поколении раздражаются только один раз одичавшие собаки это катастрофа я сам ну вот слава богу когда перестреляли всех этих волков с которыми я работал дикими я вернулся в заповедник понять что происходит никак моих волков найти не могу они всегда отвечали на вабу вот и я тут разбирая следы видно прозевал как меня обложили эти одичавшие собаки слава богу какая-то лиственное дерево рядом со мной было я мигом очутился и шесть часов просидел на деревья ну эти собаки все думали что я созрел и упаду но в общем я не дозрел это слава богу в общем да ну а эти собаки одичавшие опять-таки из-за человеков да появляются вообще вопрос иногда вот волки их уводят и при том не только для того чтобы съесть если там волки не могут численность их упала и не могут найти себе партнера они очень часто уводят течных собак очень часто так что в этом тоже да человек виноват в появлении этих одичавших собак и что самое главное дальше я вот уже говорила эти собаки почистую все подъедают лисы не оставляют ничего к величайшему сожалению последний вопрос здравствуйте спасибо большое за очень интересный рассказ я хотел спросить вот вы видели волков в непосредственной близости вы смотрели ему в глаза фактически отличается ли взгляд у матерого волка и волка который ну не волчонок а вот только начинает свой путь как охотник взгляд именно вот как он на вас смотрит извините повторите пожалуйста вторую часть волка ничего страшного отличается ли взгляд у матерого волка и волка который только начинает свой путь как охотник уже не волчонок но еще очень молодой ну там можно так разделить да если говорится о волчатах там несколько очень интересных стадий взросления вот это до 4-5 месячного возраста притом до 7-м месячного возраста они играют невероятно в отличие от взрослых и вот 7-8 месячного возраста входя в социальную систему взрослых они как-то несравненно они поигрывают еще но несравненно меньше и очень важно на мой взгляд если говорить о влиянии вообще взрослых вы знаете вот в Боржомском заповеднике это еще до революции когда там было императорское охотничье хозяйство там описан метод охоты волков на оленя вообще волки всегда пытаются загнать то есть гнать оленя под гору а там одна семья как правило еще в то время описано я об этом вам говорю гнала в подъем в гору оленя и эта гора заканчивалась высоким обрывом откуда этот олен сливался это так называемое квабисхэг это лесничество и тот же самый прием даже до меня там мои коллеги описывали я собственными глазами это видел я к чему ну вот а влияние да взрослых взрослые передают вот какие-то свои традиции следующему поколению притом это же не генетически передается это такое абсолютно классическое обучение притом это обучение да вот то чему они обучаются очень часто такого типа игры возникают потому что вот у той семьи волчата исключительно в догонялке бегали в подъем это очень для меня лично очень интересно потому что они увидели дальнейшем чем будут заниматься и эти игры подлаживаются под то что им надо очень хорошо знать спасибо 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 за просмотр!